Музыка Этому пауку уже 2,5 года. Больше он уже не вырастет. И при своих небольших размерах он может съесть целую лягушку. Правда, уйдет на это около двух дней. Целой лягушке хватит такому пауку больше, чем на полтора месяца. Они могут голодать по два года. А некоторым из них иногда на обед выдают птиц. Так и называются эти пауки – птицееды. В принципе, они едят, например, птицы. Я сам давал воробья. Ну, как вам сказать, бывает, на машине едешь, собьешь. Ну, что пропадали, жалко птичке. Он съедает. То есть, дашь, он не съедает его. То есть, это нормально. А так они питаются лягушками, ящерицами, тараканами. Все, что могут съесть по размеру. В обычной квартире держать их несложно. Температура воздуха не ниже 15 градусов и влажность 75%. С 2003 года Руслан начал собирать необычную коллекцию. Называет их своими домашними животными. Примерно 40 пауков и два скорпиона. Каждого называет латинским именем. На руки берет не всех. Я токсичный, но для человека не смертельный. Вызывает удушие, сердцебиение, страх. Бывает, парализовывает конечности. Но на время, скажем, на два дня, если укусит. После укуса токсичного паука. Таких случаев в этой квартире никогда не было. Происходило другое. Однажды трое сбежали. По словам Руслана, за три дня они, скорее всего, погибли. Так как требуют особых условий для жизни. Один тоже рвался наружу и прогрыз стеклянную стенку террариума. Дом для паука пришлось менять. В детстве он собирал обычных пауков, которых находил рядом с домом. А мечта собрать такую коллекцию появилась после первого просмотра фильма «Один дома». Увлечение оказалось дорогим. Работает Руслан инкассатором и признается, что с каждой получки приобретает нового домашнего питомца. В зависимости от вида и размера паук может стоить от двух с половиной тысяч рублей. Коррекционер признается, что не стремится на них зарабатывать. Хотя возможность есть. Периодически его пауки дают потомство. Когда он готов к спариванию, и самка готова, он делает, ну, когда его запускаешь, он стучит по почве всеми лапками. Если самка ему начала стучать, значит, ну, она отобряет. Он летет, как в постели. После спаривания самец должен быстро отскочить, иначе самка его просто съест. Кроме потомства они оставляют после себя и свои шкуры. Во время леньки пауки скидывают так называемый скелет. За три дня вырастают и возвращаются к прежней форме. Их 2600 видов, потому что есть куда стремиться. То есть, блин, еще, я думаю, мне за всю жизнь не хватит собрать. Уже в сентябре у Руслана станет на одного домашнего питомца больше. Приобретет нового паука. Говорит, вид редкий. Имени его пока не называют. Полина Зайцева, Денис Черевуха, Служба новостей, город. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!